Строго по часовой стрелке И только в сопровождении родителей С февраля в ледовых дворцах республики Установлены новые правила Одно из главных нововведений Увеличение возрастного ценза для юных посетителей Если раньше самостоятельно купить билеты Покататься на коньках можно было с 7 То теперь только с 10 лет Все подробности в нашем сюжете Уметь падать на льду Первое требование к одному из самых массовых видов спорта Фигурному катанию Правда сделать это правильно получается далеко не всегда Маленькой Тани нет и четырех А она уже не просто стоит на коньках Но и вместе с остальными малышами Лихо выполняет задание тренера Капризам здесь нет места Говорит Оксана Владимировна Да и болезни обходят юных фигуристов Как правило стороной Занятие на льду Отличная закалка для организма Мы набираем детей 4-5 лет Можем взять 3,5 Лучше начинать с 3,5 Основной критерий отбора это гибкость, растяжка и выворотность И конечно желание ребенка кататься на льду Самая главная цель наверное это здоровье моего ребенка Это девочка Поэтому фигурное катание очень красивый вид спорта Поэтому несомненно для нас он был наверное приоритетным при выборе Всего в настоящее время в секции по фигурному катанию Занимаются более 100 девочек и мальчиков Ребята выполняют первый и второй спортивные разряды Есть среди юных фигуристов и кандидаты в мастера спорта Но для того чтобы добиться таких результатов Одних лишь занятий в секции достаточно не всем Как и во многих других видах спорта Зачастую необходимы дополнительные занятия Если родитель влияет на ребенка Если он хочет чтобы ребенок занимался То и ребенок как правило У него желание появляется если нет желания В настоящее время стоимость посещения ледовых дворцов в Ишкарале Для детей 60 рублей Для взрослых в два раза дороже 120 Учитывая что с февраля этого года дети до 10 лет Даже если они уверенно стоят на коньках Не могут самостоятельно находиться на льду Час катания обойдется им минимум в 180 рублей Это не считая проката коньков и защитной экипировки Шлема, налокотников, наколенников Новые правила говорят в министерстве спорта Введены исключительно для дополнительной безопасности посетителей Что касается цен на билеты Здесь уверяют, они значительно ниже, чем должны быть Это и коммунальные услуги туда закладываются Это и налоги, это и заработная плата работников То есть из этого исходится Я вам скажу, что на сегодняшний день у нас цена по региону самая низкая Это и бассейны, это ледовый дворец Потому что правительство республики Мариел делает все, чтобы сдержать цены То есть понимаем, что регион экономически не совсем, скажем, что богатый По сравнению с Москвой или с Казанью Поэтому, исходя из составляющей вот этой Цена, я скажу, что на сегодняшний день она даже ниже, чем должна быть Что касается посетителей ледовых дворцов Которые не катаются на коньках, а хотят, к примеру, посмотреть на детей и родственников знакомых Им также необходимо приобрести входной билет за полную стоимость Специалисты объясняют, обижаться не стоит Это обусловлено тем, что отследить в итоге, выйдет посетитель на лед Или останется на трибунах, очень сложно В час каток посещают до 150 человек Предоставление услуг в плане массового катания То там именно человек, который пришел заниматься на льду Он должен на льду находиться Те люди, которые хотят на него посмотреть В принципе, это условие такое Сокрытое помещение То есть есть у нас открытые площадки Там можно заниматься И те же родители могут смотреть Кроме этого, уже доброй традицией стало проведение в Мариел Чемпионата России по синхронному фигурному катанию Интересно, что на это красочное представление Цена входного билета в этом году составила не 120, как обычный входной билет А 100 рублей Но организаторы объясняют эту несправедливость тем Что во время соревнований такого уровня Цены складываются с учетом субсидирования и средств федерального бюджета Собирайся, народ, водить хоровод Бояриню Масленицу провожаем На шумный праздник всех приглашаем 2 марта с 11 часов на Патриаршей площади Масленичное гулянье Ярмарка, концерт, игры и конкурсы Катание на горках и лошадях Сжигание чучела Принимаем заявки на участие в ярмарке 22 февраля в клубе Чаплин Частное издательство Телерадио выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным» Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42-28-28 Валерия Кузьминых и Петра Васильева Служба ТВ и Радио на Патриаршей